друзья здравствуйте всем доброго времени суток хорошего настроения и ваше здоровье сегодня давайте поговорим про что такое гол мод в каких исполнениях он выполняется ну его полезности и затронем google in смотрите по сути в эти все проекты кошки это у нас условно как в модуле насколько помню кошка она в какой-то момент вот это гол мод гол модуль как бы условно вот модуль ранее там старых версиях вы помню ну как модуль она не воспринималась а потом со временем вот этот параметр гол мод стал круче обязательно вот так чтобы условно ваша программка была как модуль допустим так воспринималась вот и от этого слова мод и идет и все и получается нам все-таки в каждом проекте необходимо чтобы ты договор и гусун они были они были гумут это условно тоже вот допустим некая программка или хотя это я думаю наверное там где там в недрах отдельная программка которая как раз управляет модуляции так сказать зависимостями и когда зависимости и там ну и теги и так далее там при сборке в общем так давайте так сделаем гумут пока уберем все убрали все допустим вы проект создаете до новый ну так ну и первое чем надо сделать если гумут не не будет автоматически если не создастся вот вдруг уже там обереги на этом наверняка это сразу все создают то необходимо вручную его создать гумут и нет это как это с гитом тоже и нет необходимо создавать необходимо инициализировать так сказать инициализировать с названием нашего пакета то есть если мы так сделаем у нас говорит ответов укажи короче ну вот и версия 0 версия 1 а это это просто пример то укажет название своего пакета этим вот а гумут youtube все вам от создался и соответственно нужно кошку прописал помните до которую в этом переменных окружениях в общем и вот модуль вот это то есть условно вот эти вот это вся наша программка это условно один модуль с таким-то названием вот теперь вот это гумут тиди я так называю она условно пробегается по проекту выискивать какие зависимости есть и при необходимости их и как я понял докачивает в общем достает при необходимости выкачивать из интернета прописывает в этом файле а если что-то лишнее есть он это удаляет условно с этого файла носа сам пакетом в кэше там оставит сейчас покажу саму скаченную версию вот покачь вот конечно здесь оставит ее это зависимо допустим на джерпись есть и вот еще на всякий случай вы здесь тоже гигаб лэнг джерпи синий вот в общем кэш это он это оставит теперь далее вот гумут тиди на как раз и говорим типа этот просмотри все зависимости ну это мой для пакета до условно собери их актуализируй ну и все и этот госум со мной пересмотреть пересчитай госум сейчас гумот музыку тиди все раз ищет модуль джерпи си короче в общем скачал по ходу или там какую-то часть скачал создал гаусу при типа усун это это необходим он этот условно вот этот некий шифр ну в общем для безопасности допустим это все еще надо вот за гуму сумму очень считать так более безопасности вот так тут наверно зашит короче тоже некая короче информация и ну в общем хэш для этого пакета очень для безопасности так давайте чем он раз здесь короче обновил на него здесь он это все пересмотрел и и записал естественно кстати вот этот директ короче говорить типа вот эта штука используется не явно явно здесь gpc скорее всего вот она тоже нужно но она нужна для gpc а gpc где-то там в пакетах у нас у нас фигурирует на воде ради это по моему где-то мета дата там были ладно не суть где-то там были не это в общем ладно вот это мы дошли до тиги кстати это download download смотрите download необходим соответственно представьте такую ситуацию вот вы когда пишете этот докер файл докер файл да ну там в докер файле в общем и вот как раз вы этому докер докер даете команды докер даете команды там run ну что выполнить да и условно как раз там всякие копии допустим как раз в тот момент говорите в контейнер предстоящий типа скопируем с локалки вот этот файл в контейнер в линук сомбы до куча обычно то ли точку что ли то ли ну в общем то тоже даже сделай в этот контейнер засунь гусу то есть вот эти зависимости до кота хром условно имидж года там какой-то там в общем так все в этот контейнер подкинули и вот как раз следующее надо как раз запускать команду вот он исходя из этих двух файлов скачает все зависимости вот эти вот этот контейнер как бы погрузит и все и дальше вы можете примеру там уже ну там короче компилировать и даем условно билд билд там и так далее да вся эта тема вот вот для этого вот ну по сути скачивает теперь ну вот если даже запустить вот у нас уже все скачено так ничего там не будут докачивать почему-то но давно в общем для этого ну так давайте поговорим про вендор вендор тоже интересная тема интересная тема сейчас сделаем голову но вендор поехали оба появляется папка вендор все зависимости скачиваются сюда вот как раз вот этот сис не явный да вот он и вот это grpc короче вот это герпи си все все зависимости скачались в эту папку в эту папку скачались теперь вы условно как бы при создании своего проекта да вы когда будете допустим вот у меня вот написано есть гобилд выполненном команду давайте посмотрим я говорю я говорю типа канита конфигурация сфигурирует этот пакет рамков ты билд кстати можно на файл красоту сослаться ну в общем он просто берет этот компилирует и все сейчас по сути вот это только делает ну так раз вот этот вот тут еще просто есть момент что он еще может запускать вот так ран прочим автобилд с этим можно так вот просто поставить тоже его скомпилирует как и запустим вот вот эта суть теперь смотрите теперь у вас есть возможность этот все зависимости под тени сказать сказать как бы компилятору потени с этой папки не скажешь и бери не сколько же с этого бери вот отсюда вот еще может быть что этого как бы нету пакета до какого-то пакета зависимости вы здесь не портана же пакета может не быть если его не будет у него как бы скачает и так далее из короче интернета и так далее если без вендора делать на самом деле там какие-то нет там сразу это предупредит типа этот его нету надо скачать то есть мы предварительно скачаете все он появится будет зависимости вот так и тут только потом программа сможет скомпилироваться вот так вот а по поводу вот этого вендора представьте ситуацию такое у вас компьютер но есть выход в интернет а представьте вам надо работать на другом компьютере где выхода в интернет нету когда будет делать вот короче не получается так допустим так интернета нету из-за безопасности условно вот так и ладно еще еще такая ситуация может быть на другом там нету интернета потом вы можете представьте дальше же программа идет этот get lab там происходят проверки и условно на другом компьютере происходит сборка то есть get lab это все проверилось линтеры проверили все эти манипуляции по безопасности вот этот get flow который есть там это все проверилось ну вы думаете на том компьютере будет выход в интернет конечно нет конечно нет этот не позволит сделать вот и она явно свой репозиторий будет и пакеты будет тянуться оттуда заведомо заранее скачаны и в общем вот так в процессе разработки программы допустим вам выдадут компьютеры тоже без интернета есть какой-то волнует ваши поэтому возмущение они это ты не прокануешь не хочет не работает одна святос следующий из очереди вставай вот ну и все и по сути и получается вам придется вот так то есть вы где интернет есть допустим взяли вот этот вендор поставили туда где интернета нету в папку вендор зависимости ну и все и потом при сборке когда компилировать вот здесь здесь просто указываете насколько помню блин вот так типа все пакеты возьми с этой парке вот и все их компилируем давайте проверим а давайте знаете как сделаем выключим к этот интернет и и запустим так не а хотя там на локалке есть в общем ладно бог с ним короче давайте так просто запустим и все сейчас вот 11 да ну условно в общем эти все зависимости взялись как раз этой папке все давайте дальше пойдем но я надеюсь выполнил прикол с этим вендором вот так еще кстати есть такая ситуация что смотрите некоторые команды вендор где-то не заливают но в этом посмотрите в этом вендоре я хочу заметить еще может быть целый гигабайт зависимостей всех библиотек но в общем до гигабайта и он в гид не попадает вот так но другие команды некоторые есть где не такой большой проект могут себе позволить эту папку вендор заливать и в гид вот так ну по сути чего файлов себе немного там жалко что ли как говорится вот так какая ситуация может быть ладно дальше кстати вот тут еще такая команда есть гугли ну вот она нормально удаляет вот мы имеем этот глобал пас глобальный тему здесь пакеты скачаны соответственно здесь гумов вот они эти пакетики с этим тут в кэш надо разобраться чё хранится какая-то служебная по большей части какая версия там и так далее в общем ну в общем да откуда скачать и так далее гусу вот этот хэш закодированный ну тоже видно для безопасности и для наводки вот так ладно дальше значит а вот это клин значит у нас чего у нас удалит просто все зависимости давайте понаблюдаем вот download вот две папки соответственно и download запустим все стерлись все стерлась она сейчас автоматически а блин интернета нет все он автоматически попытался скачать сейчас кстати мы гоутиди сделаем и он и он докачает а кстати знаете давайте давно сделаем download оба все скачал и на всякий случай гумутиди все сопоставь ну вот так в общем вот такой инструмент в помощь как говорится надо бывает ситуация когда хочется болен все дерьмо убрать там понимаете надо со временем все накапливается накапливается этот кэш вы еще тесты запускаете программы там еще кэш еще витах рабочий компьютер который он еще же может быть это ограниченный по дисковому пространству вам выделят кусочек какой-то там кусочек условно 1 гигабайт туда все программисты свой код дописывают и в какой-то момент может быть так что этот там это место не хватает вообще короче этот кэш накапливается его иногда надо это кэш очищать ну вот вы тесты пишите программу тест запустить проверить ты запустить проверить в паке кэш но не в этом кэш не в этом кэш а это там еще скрытые есть кэш там короче кэшируется тестируемые вот эти вебинарники файлы вот 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 она короче этом заполняется потом места не хватает ну и все и в какой-то момент вот надо ее руками чистить сейчас конечно не помню вот это голову она почистить не потище и он в общем вот так я веду к тому что со временем в эти зависимости нарастают нарастают и иногда хочется к черту все это лишнее по убирать из всю заново закачать его как раз говорится вот это в помощь google им все дерьмо уберет ну и все вот к счастью сделали кому давно вот необходимое возьмет ну и все и глядишь там 500 мегабайт освободиться не видел ситуации знаете какие то что вот этих зависимости на 4 гигабайта было это просто трэш 4 гигабайта короче смотрите в этой папке 4 гигабайта короче было так ну такая ситуация так ну ладненько затягивать не буду петройка спасибо за внимание всем всего хорошего